всем привет с вами император прайм или можно называть александр хочу поделиться опытом жизненным интересным таким у меня канал игровой вообще к тематике медицине и тому подобное не относятся вообще развлекательный канал игровой канал по технологиям всяким то есть совсем все по-другому но учитывая что мне недавно три дня назад удалили два зуба восьмерку и семерку то есть зуб мудрости предпоследний зуб два очень мощных зубов потому что один начал уже болеть как бы это впервые мне удаляли зубы вот скажем так и пошел я в клинику рядом тут у меня на районе пришли девочка такая лет до 25 максим такая худенькая короче ножки как у меня пальчик да ну такая вот короче игре той вас предпоследний надо удалять он там болит но и так уже принципе понял потому что он уже там начал ну то есть ему когда-то 10 лет назад ему делали пломбу сейчас он уже развалился почти ну то есть как бы все нерва там хоть и не было но он все равно начал бы а восьмерочка говорит последний у вас типа шатается ну да ладно короче она мне цену загнула космическую я слава богу позвонил там знакомому дантисту вот выручил спасибо ему огромное конечно вот и по сумме не обидел намного дешевле можно было за ту сумму что тут мне предложили пять зубов вырвать у него вот поэтому огромное спасибо ему и конечно же что же предстоит к чему все от это все привело последний я удалил он не не болел но просто понимал что никто на него не жует так как примеру в америке зубы мудрости сразу же удаляет зуб мудрости удаляет он там не нужен потому что бывает он косо растет и даже семерку выдавливает вот и как бы так сразу его решил удалить удалили мне два зуба прошло это минут за максимум 10-15 минут два зуба четко удалил ничего не пилил ничего не разваливал его просто схватил правда конечно чуть голову не оторвал особенно последний так как последний у меня целый был только карис был ну смысл на него я на него не 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 жуют люди ниже нафиг не нужен поэтому если есть возможность удалять их сразу думаю потом опять приходить опять думаю я сразу два удалю но искал что два сразу после них капец как тяжело фу короче я вышел после стоматологии два с половиной часа не мог остановить кровь конечно это очень плохо вообще просто кровь текла текла вообще задолбала я уже прямо этой крови и напился и наелся как вампир но слава богу потом все устаканилось скажу сразу промывать нельзя ни в коем случае полоскать водой и все остальное почему потому что кровь должна попадать в эти лунки и сгусток должен потом сформироваться для костной кости вот этой да которая образуется точнее вот кости все там будет четко в следующем потом будет вам устанавливать там или имплантант или еще что-то короче нельзя однозначно вымывать кровь должна прям попадать туда и застыть там вам дадут какую-то там марлечку типа того вы там прикусить ее и там минут 40 вы должны держать пока не остановится кровь типа того вот дальше что нельзя переохлаждаться был прекрасный случай у меня что у меня короче я не знаю по 39 температура за 5 минут просто за 5 минут я короче решил как-то остудить и взял мороженое прилупило так мороженое а потом еще пару кусочков решил там поесть пару ложечек мороженого вообще просто немного лишь бы думаю холодным хотя бы немного и представляете зуб кипяток и я чуть-чуть вроде холода как-то остудить потому что новая и все и моментально такой трюк у вас начинает трепать просто же температура вообще просто горите я в одежде весь короче под одеялом меня трясло как собаку последними на улице поэтому никаких переохлаждений сразу же ну так как опыта нету поэтому игру это мои первые зубы вообще по удалению вот дальнейшем дальнейшем что еще надо есть что-то мягкое там пюрешечку супчики там но что-то типа того не прикусывать зубы чистить конечно регулярно однозначно дальше что самое интересное то что в принципе врачи практически не рассказал просто иди там по его потом попала щитом содой там та-та-та и все типа иди гуляй да и толком ничего не приписывают поэтому ничего не знаю на третий день сегодня третий день сегодня я схожу с ума и охреневаю почему а потому что у меня образовался гной на в двух вот этих каналах в этих светских каналах которых корабли могут плавать поэтому сразу же у вас должно быть это найс по крайней мере это обезболивающе потому что после того как отойдет анестезии через два-три часа вы просто охренеете ну то есть через три часа конкретно пройдет вы просто охренеете от боли дальше нужно чистить точнее полоскать чем же полоскать сейчас я вам покажу ребят есть вот такая вот фигня называется хлорофилит филипт вот 100 миллиграммовая вот она просчитала это мне никто ничего не говорил пришлось самому все учить изучать вот почему потому что образовался гной и теперь просто воспаление у крышей поэтому это антисептик который не дает распространяться микробам он бывает двух видов спиртовой и масляный вот он поэтому берем спиртовой нам нужен спиртовой он еще используется при гландах да там когда там вас ангина ну то есть вот да вымывает тоже поэтому какой так что на принципе надо нам надо где-то пол пол стакана воды и чайную ложку вот этого антисептика и пять минут держать не полоскать опять же не полоскать некоторые говорят через сутки можно полоскать то ну его нахрен честно потом потому что вот это если вы вымоете кровь эту которая закипает там все да заживает она дольше будет заживать почему нельзя еще вымывать кровь потому что если крови там не будет а будет сухая десна начнет сразу сухая десна воспаление и всех она вообще будет жесть поэтому просто держим до 5 минут хопа там сплевываем дальше помимо всяких обезболивающих там второе этим способом 3-4 раза в день после еды вообще просто стабильно а дальше фура цилин покупаем фура цилин фура цилинчик у нас так родной иди сюда фура цилин сейчас расскажу одну из стратегий потому что нихрена никто не рассказать приходится все в жизни самому учиться и на даже на даже видео посмотреть нечего я же говорю вообще кашла поэтому я вот и снимаю это видео чисто для людей может это такая фигня которая совсем могут случиться и я считаю своим долгом помочь по крайней мере на своем опыте потому что не мне никому не хочется таких приколов фура цилин две таблетки смотрите полстакана воды 100 миллиграмм короче 100 миллиграмм воды и две таблетки фура цилина она растворяется на шипит моментально в теплой воде запомните ни горячего не холодно вообще нельзя есть ничего это самое полоскание две таблетки и можете полоскать но есть одно но после хлорофилипта до 40 минут есть нельзя ничего но смотрите помимо этого 2 таблеток чтобы улучшить улучшить к примеру полоскание берете покупаете перекись водорода 3 процентной перекись водорода 100 миллиграмм и выливаете 100 миллиграмм воды 100 миллиграмм перекись водорода и получается один к одному и две таблеточки но перекись водорода не катачит с хлорофилиптом поэтому если вы сразу начнете после применения хлорофилипта, вот, потому что это антисептик, он убивает микробы и всякую фигню, а потом вы уже вымываете, поэтому я надо через, то есть просто перекись водорода вымывает хлорофилипт. Поэтому где-то минут через 30 вы можете полоскать уже свободно вот этим. Вот, ребят, и у вас, в принципе, все получится. Все четко, ну, кто хочет, кто не хочет, я лично добавлю, потому что у меня болит конкретно, и мне надо удалить вот этот весь на третий день гной. Я знаю чуваков, которые там, ой, на сколько, через неделю мне вообще ничего не делали, сходили с ума, а там уже гноя вообще капец. Поэтому я на третий день еще, слава богу, что я понял, что что-то не то, не может так рано заживать и так болеть. Я только туда, там, фонариком, та-та-та, я понял, что там уже что-то не то. Вот, поэтому есть еще противовоспалительные таблетки всякие, ребят. Ну, вы можете сами покупать противовоспалительные таблетки себе, там, пожалуйста. Есть таблетки, которые прикладываются на десну, и она растаивает, там, ну, рассасывается прям, и все четенько происходит, снимает воспаление. Ну, я пока не брал, не знаю, что посоветовать. В аптеке я думаю, вам однозначно что-то посоветуют. Я все-таки, как-никак, вроде, там, вот. Не слабый человек, но все равно такая боль, что все равно, кто ты там, мужик ты, женщина, вообще без разницы, все равно ты охреневаешь от боли, однозначно. Так, и есть еще народное, обычное средство, до того, как вы можете, в принципе, покупать вот это все, там, я не знаю. Вы можете, конечно, покупать все, что угодно, что вам посоветуют в аптеке, но я, по крайней мере, определил вот это более-менее, которое дает эффект. Что дальше? Есть просто обычный, берете стакан воды, где-то так, на стакан воды пол чайной ложки соды и чайную ложку соли. И все это смешиваете и полоскаете тоже, ну, как полоскаете, ну, так, на сторону, там, может, там, через сутки, двое, там, слегка можете, там, вперед-назад слегка сделать движение пару раз, да, так, как бы, вот. И, в принципе, и вот так вот, вот, с солью, содой, вот так вот до 10 раз в день. То есть вообще просто будильник себе заводишь и ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты, через каждый час бежи. И вот это, и после еды, короче, пока не заживет, вообще нельзя ее оставлять, потому что потом вам нарвет, вам, вы не спать не сможете, вы там будете на стенку лезть и повеситесь вообще. Ну, то есть, конечно, гиперболу тут использую, но, по крайней мере, вы поняли, что это, на самом деле, не шутки. Я тоже сначала думал, да, ладно, там, где второй день, там, все нормально, а на третий день, то есть мне на второй день не так болело, как на третий, потому что на второй день мне еще не было гной, а тут сейчас, короче, все весело. Ну, как бы вот так вот, по крайней мере, в принципе, я все рассказал, думаю, было полезно, хоть я говорю, на игровом канале, но не мог я это пропустить и не помочь другим людям, потому что я решил поделиться опытом. Не все просто знают, не все врачи рассказывают, не все врачи что-то приписывают, да вообще ни хрена ничего не приписывают, всем похрен. В Америке там как-то, конечно, чуть попроще, кстати, там сразу там определяет все четко как-то. У нас есть некоторые люди, которые по сами, у меня есть знакомые, рассказывал, там Паша, в курсе, человек сам себе просто взял плоскогубцами, вырвал зуб, короче, и водкой там бухнул, и все нормально, типа, и все. Ну, не у всех, к примеру, организм такой, изражение крови, еще чего-то, выделываться можно, но лучше не рисковать, потому что зубы, это вам не хухры-мухры, как говорится, вот так вот. Ну что, в общем, всем спасибо за внимание, всем пока, думаю, видео вам было полезно, вот, по крайней мере, потому что я реально ничего не нашел, там кто-то, чтобы что-то рассказал нормально. Ну да, хочу добавить, что есть, вы можете через 2 часа, после удаления зуба, ну, все вот так вот, мягенькое, ничего тяжелого, и чтобы не было такого, думаю, все факторы по удалению зубов, и чтобы потом сделать, чтобы они нормально, и вам быстро все зажило, а заживать будет, ну, 2 недели. Но при этом, как говорится, еще одна тематика, лучше делать зубы в четверг. Почему в четверг? Чтобы, вы на 2 дня с работы по-любому отпросились, вы ничего не соображаете. У меня вот тут в висках до сих пор третий день болит, когда у меня чуть голод, у меня третий день, вообще капец. То есть, хотя бы, чтобы четверг, пятница, 2 дня, и 2 дня, вы думаете, 4 дня хотя бы, и потом уже на, с понедельника пошли на работу, уже там что-то вы сможете, как-то с этой болью. Поэтому, я считаю, где-то, до 5 дней придется терпеть, вот этот, ад, ну, и дальше до 10 дней заживлее, потом, я думаю, после 10 дней, уже, в принципе, сильно вы не так не будете чувствовать. Ну, и полное заживление, я думаю, там, конечно, вообще полное, там, до месяца, я думаю, но, ну, как бы, через 10 дней уже вам, типа, я думаю, по барабану будет, типа того. Фу, ну, все, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok